Уверенно и мощно вошла Россия в Арктику. В свой первый поход вдоль всего главного фасада страны новый атомный ледокол вел теплоход Манчегорск с грузом для жителей Магаданской области. Суда Мурманского морского пароходства вышли в рейс 10 мая 1986 года на месяц раньше обычных сроков начала летней арктической навигации. Забегая вперед скажем, что весь путь через 4 северных моря от Мурманска до Певека, караван прошел более 3000 миль в сплошном льду. Море первое. Баренцево. Оно устроило новичку настоящий экзамен на прочность чуть ли не за порогом Кольского залива. Оставив теплоход, ледокол стал прокладывать канал ударами. Начиналась следовая битва. Порой и 75 тысяч лошадиных сил не хватало, чтобы сходу преодолеть ледовый барьер. Атомоход возвращался назад, чтобы вновь и вновь врезаться в многометровый лед. Иногда за 4 часа вахты удавалось пробиться вперед лишь на несколько корпусов. Так отвоевываются у Арктики ранние сроки навигации. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Возглавляет экипаж России ученик знаменитых полярных капитанов Анатолий Алексеевич Ломехов. С его именем связана одна из сложнейших операций, которая была проведена в Восточно-Сибирском море в 1983 году. Тогда экипаж атомного ледокола «Арктика» под командой Анатолия Алексеевича буквально вырвал из ледового плена десятки транспортных судов в восточного побережья страны. За проведение этой исключительно трудной навигации, проявленной при этом мужество и героизм, Анатолию Алексеевичу Ломехову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Мужество и героизм в Арктике носят очень конкретный характер. Анатолий Алексеевич Ломехов Здесь, в северных морях, свой календарь погоды. Переход от одного времени года к другому измеряется не месяцами, а порой минутами. Встреча с ледоколом «Ленин» была для многих членов экипажа России свиданием с юностью.